Ядерный потенциал Свои пять копеек вставил бывший, наверное, будущий президент США Дональд Трамп. Одним из откровений стала новая идея Трампа. На этот раз он требует отказаться от ядерного оружия всем и во всем мире. Более того, старина Дональд рассказал, что якобы говорил об этом с Путиным. И ему, Путин, идея понравилась. Но это не точно. Хорошо бы у Путина уточнить. Трамп, конечно, тот еще миротворец. Мы его хорошо помним и знаем. Но если он действительно хочет спасти мир от ядерной бомбы, и если он действительно пожелал спасти планету от войны на уничтожение, то Дональда можно лишь поддержать. Я думаю, мы в этой связи его снова поддержим. Посмотрим. Наша страна никогда не была в такой опасности, как сегодня. У нас нет боеприпасов. Я не знаю, в курсе ли вы или нет. У нас очень мало боеприпасов. Я оставил им новейшую армию, полную боеприпасов. Но мы отдали огромное количество боеприпасов Украине и другим странам. Мы очень уязвимы сейчас. И теперь, помимо всего прочего, мы еще собираемся защищать Тайвань. Бешеные американские трансгендеры, воюющие в рядах ВСУ, перешли к прямым угрозам в адрес прекраснейшего, благоустроенного российского города Белгорода. Та самая Сара Эштон Серила, солдат ВСУ, запостила в социальности селфи на фоне въездного знака Белгорода. «Я вам говорила, что мы в пути, мы тут, прямо у города, было несложно, мы уже там побывали». Написала вот это существо на своей странице. Сара Эштон Серила, в прошлом Майкл Джон Серила, официально вступил в ВСУ в качестве медика. Как она пробралась в Белгородскую область и пробралась ли, доподлинно неизвестно. Когда они говорят, ядерная рука, я слушаю Дональда Трампа. Я же за него, вы помните, как болел здесь у вас, когда он шел. Многие здесь говорили, да нет, он никогда не победит. Ну вот эту ерунду, давайте ядерное оружие ликвидируем. Я помню, как химическое оружие ликвидировали. Но я более того скажу, надо все вернуть назад сейчас. Что вы хотите вернуть-то, Леонид Иванович? В том числе и химическое оружие надо вернуть. Нас организацию по запрещению химического оружия уже перестали пускать. Мы еще должны слушать, когда они нам визы дадут.